Привет. Меня зовут Леана. Я интересуюсь цифровой культурой, новой медией. Сегодня я буду рассказывать о цифровом фольклоре. Информации много, поэтому, возможно, буду говорить быстро и сразу прошу за это прощения. Цифровой фольклор, в общем-то, чем он означает от обычного фольклора? В первую очередь, имеется в виду, что цифровой фольклор – это практически то, что и обычный фольклор, только вы можете его производить с помощью своего компьютера, то есть это могут быть любые медиапайты – аудио, видео, изображения, 3D, графика и так далее и тому подобное. В 2009 году Иоанне Аннет Фарта, Оля Лялина и ее партнеры Драй Бен Эскершин выпустили книгу по цифровому фольклоре. Тогда они были одними из людей, которые впервые начинали об этом говорить, и они определили такие временные рамки, начиная с 1990-х годов. Это время культуры так называемых наивных пользователей, когда, наверное, интернет еще не был так специализирован, когда еще и наступила эпоха веб-дизайна, и практически у каждого пользователя была своя домашняя страница, и каждый пользователь оформлял ее так, как он хотел, а не так, как мы это делаем сегодня, по шаблону. То есть там все двигалось, мигало, насколько это было возможно в тех временах. И, собственно, архивируя именно эти данные, была тогда выпущена эта первая книга, которая архивировала цифровая фольклора. Когда мы говорим о цифровом фольклоре, сегодня мы очень часто говорим о криппи-пасте. Я думаю, многие знают о том, что это криппи-паста. Это та самая мистическая часть фольклора, которая есть в любом фольклоре. То есть это, грубо говоря, какие-то зомби и вампиры, но только в немножко другом формате. О криппи-пастах переводятся от лимфийского адаптит, жуткие о криппи-пастах скопированы. И, по сути, в некотором смысле криппи-пастах – это аналог каких-то ужасников, которые мы и наши родители рассказывали у костра. Такая же, собственно, у них и задача. Один из наиболее известных примеров криппасты – это Слендермен. Слендермен был изобретен на одном из интернет-форумов. По сути, Слендермен – это строгий человек, у него длинные руки, ноги, он очень высокий, у него и щупалец за спиной, у него нет лица, он может заставить его задыхаться на расстоянии. То есть там много вариаций, на самом деле, без зависимости от рассказчика. Но основная его фишка в том, что его связки с детьми, в том, что он похищает детей, он следит за ними, он может прятаться в лесах и тому подобное. Слендермен стал известен широкой общественности после не очень приятного инцидента, который произошел в 2014 году в США, в штате Висконсин, городке Уакеша. Две школьницы, 14-летние, узнали о нем с сайта «Крипипаста», это такая энциклопедия «Крипипаста» на интернете, и захотели знать его последнее. Слендермен решили, что для этого им нужно совершить убийство. И так они заманили в лес свою доклассницу, нанесли ей 19 ножевых ранений и бросили умирать. Жертве удалось выжить. Но этот процесс, в Америке, это был очень громкий процесс, он делился несколько лет. Девочек в итоге приговорили к принудительному лечению, потому что обоим реагностировали во время судебного процесса разные формы ментальных расстройств. И тогда американцы, в первую очередь, они очень сильно оплачились на сайт «Крипипаста». Они его обвиняли, они требовали его забанить и прекратить его деятельность. Администрация сайта, в свою очередь, они выразили, конечно же, к сожалению случившимся. Они объявили его ухланирую компанию, собрали деньги в помощь жертве. Но они, в том числе, и заявили, цитируют, что они являются литературным сайтом, они каким-то сумасшедшим сатанистским пультом, и что они ни в коем случае никогда никого не призывали к никаким деструктивным действиям. Шина Чес, американская исследовательница, ассистента-профессора масс-медиа Эрика Ньюсоман, написала по этому поводу работу. О Слендермене, о цифровом фольклоре и о Криппасте. Она выделяет три основных характеристики цифрового фольклора, и, в общем-то, то, чем он во многом похож с обычным фольклором. Это коллективность, это изменчивость и это производительность. Коллективность имеется в виду, что такой контент, он всегда, это продукт коллективного творчества. У него нет единого автора, такого обычного фольклора, по сути, поэтому авторство не может принадлежать никому, ну и, соответственно, и судить каких-то людей за что-то подобное довольно абсурдно. Изменчивость. Подразумевается, что человек, который ретранслирует эти рассказы, он может для того, чтобы удовлетворить запросы аудитории, допроизводить какие-то элементы, допрысливать, допроизводить какие-то элементы, допрысливать, могут их изменять, ну, к примеру, для того, чтобы локализировать ту или иную историю какую-то и тому подобное. И вот здесь мы подходим к тому, чем вторая особенность отличия цифрового фольклора от обычного – это скорость его распространения. То есть то, для чего нашим предкам требовались столетия и поколения, сегодня может быть создано буквально за несколько часов предки на каком-то форме. С одной стороны, это может пугать, и это действительно пугает, как мы видим на примере со Слендерменом, и как мы увидим в ходе дальнейшей лекции, но если посмотреть на это немного по-другому, то мы поймем, что на самом деле цифровой фольклор и та же creepypasta – это своего рода такая база данных коллективных страхов, анализируя которые, мы можем влиять непосредственно на причины их возникновения прямо сейчас, вот в тот момент, когда они формируются. Можем посмотреть, как это может работать на примере более органического для нас контента и примера creepypasta, такого как синики. Я думаю, очень многие об этом слышали. Мы постараемся очень коротко, насколько это возможно, восстановить эту историю. Приблизительно, в 2014 году в российской сети ВКонтакте существовали суицидальные группы, так называемые. Они были популярны всегда в разное время более или менее, это такая часть creepypasta. В 2015 году они обрели новую волну популярности после случая, который произошел в Уссурийске. В Уссурийске покончила с собой студент Карина Поленко. Перед этим она на связи с ВКонтакте попрощалась с своими френдами. И фотография с места самолиста Арины попала в здание ВКонтакте. И по всей видимости сработала как эффект Вертера. Эффект Вертера известен нам по одноименному, который можно догадаться. Из-за романа Геота «Страдания Вертера» после того, как этот роман вышел в печать, по Европе прокатилась волна подражающих самоубийств. И соответственно, эффект Вертера говорит нам о том, что чрезвенно подробное освещение самоубийств медиа приводит к волне подражательных самоубийств. Позднее были проведены исследования в Америке и в Австралии уже ближе к нашему времени, которые доказали и не на одном примере. Кейс Мерлина Муро является одним из наиболее известных в этих исследованиях. И на базе этих исследований были разработаны рекомендации для работы под медиа и вообще для всех людей, которые имели делать время, а сегодня практически каждый из нас, о том, как стоит говорить о самоубийствах и как их стоит освещать. Так вот, одна из основных рекомендаций заключается в том, что фотография смерти самоубийств не должна попадать в медиа. Фотография Ирины Поленковой, которая попала в сеть ВКонтакте, соответственно, спровоцировала этот эффект Вертера. Этот акт начал очень сильно романтизироваться. У нее появилось очень много фанатов, которые начали проводить так называемые расследования ее самоубийства. И вот на этой волне и на этом фоне сформировался весь комплекс синего кита, так называемой онлайн-игры с 50-ю заданиями, целью которой якобы является совершение самоубийства. Пользователи пришли к выводу, потому что Ирина якобы состояла в суицидальной сети, которая состояла из такого эстетического комплекса всего этого синего кита. Вероятно, это все и осталось каким-то массовым коллективным интернет-творчеством, как максимум выражается в каких-то видеоиграх или фильмах, если бы не то, что произошло далее, в 2016 году. В мае 2016 российская газета «Новая газета» публикует очень большой материал, который называется «Группы смерти». Тогда это сочетание было подтверждено впервые. Журналистка Галина Мурсавиева пишет якобы расследование о том, что в России в сети «Контакте» действуют группы смерти, так называемые, и что из-за них уже погибло 130 подростков во всей России. Материал очень эмоциональный, очень уникалитивный. Коллеги очень сильно критиковали Мурсавиеву за разжигание паники. Ее и редакторы даже на некоторое время позднее отставляли от работы, но, тем не менее, это не привело никаких последствий. Материал очень быстро, буквально, за три недели его прочитало около полумиллиона человек, и вот эта цифра в 130 жертв, она никогда никем не была подтверждена. Ни сама авторка, ни следователь, ни исследователь никогда не подтвердили в этот цифр. Но по сей день эти 130 человек до сих пор встречаются в двух третях материалах о синем ките, ну, на всех языках, на всем мире. Это вот эта постправда, о которой мы постоянно слышим и говорим в одном из таких вот классических случаев. Что мы видим? Когда Валина Мурсавиева перенесла вот этот комплекс синего кита из новых медиа и сети ВКонтакте в более традиционные медиа в новую газету, она, по сути, способствовала формированию синего кита как городской легенды. Городская легенда – это тоже такая разновидность современного пониклера, но там немножко различается медиум. Городские легенды обычно передаются в Марс-медиа из уст в уста. И, вероятно, один из наиболее таких ярких примеров городской легенды, чтобы сразу было понятно, возможно, вы помните, в 90-х и 2000-х годах в Украине в том числе распространялись слухи о каких-то зараженных шприцах, которые находились в каких-то общественных местах. Это такой классический пример городской легенды. Таким образом, синего кита стала городской легендой. Если это было три препарства для подростков, условно говоря, то из-за этой публикации в газете это стало городской легендой уже для их родителей. И эта городская легенда привела к волне моральной паники. Моральная паника – это тоже такое явление, написанное американским социологом Стэн Бикойлом, которое говорит именно на то, что общество в какой-то определенный момент начинает очень остро реагировать на какое-то явление, прямо-таки как на какое-то дьявольское явление, которое очень сильно угрожает благополучию этого общества. И очень часто под этим явлением выступают какие-то молодежные субкультуры. И здесь очень важная связка именно с масс-медиа. Эта моральная паника развивается до тех пор, пока масс-медиа, грубо говоря, подливают масло в огонь. Как только масс-медиа прекращают накручивать эту панику, то как бы моральная паника, извините за каталогию, идет на спад. Но моральная паника, синегид, она именно просто беспрецедентный размер. В 2016 году это был пик в конце 2016 года, был пик в России. В феврале 2017 года это была Украина, Киргизия, Киргизия, Казахстан, Казахстан, те страны из бывшего Советского Союза, вот это единое революционное пространство, там, где оно проникло. В апреле 2017 года синегид попадает в Европу, и из Европы он распространяется в США, в страны Южной Америки, в страны Южной Африки. То есть о синегиде пишет не только таблоид британский из-за стран, о нем сообщают CNN, Bloomberg. Также уже в 2018 году он выбирается в страны в Ближней Азии. И в Индии было одно из самых, например, тяжелых протеканий синего кита. Там вообще синий кит, он плавно и достаточно истерично перетек вот в мобой челлендж, о котором мы сегодня все чаще слышим. Естественно, такая моральная паника требовала каких-то реакций от властей. И обычно эти централизованные реакции, это были скорее реакции отрицания, и они очень часто только усугубляют ситуацию, они не пытаются разобраться в том, что на самом деле происходит. К примеру, в России ввели угловную ответственность за администрирование групп смерти, то есть, по сути, за производство цифрового партлера, то, о чем мы говорили. Там уже осуждено два человека, а на данный момент прямо сейчас длится уже третье судебное заседание. В Украине и в Индии были проведены массовые принудительные осмотры школьников в школах на предметы самоповреждений. В Индии, к примеру, в штате Утар-Падеш, детей заставляли ходить специально в вещах с короткими рукавами, чтобы учителя всегда могли видеть, повреждая лицами себя, дети или нет. В той же Индии, например, власти через суды обращались к администрации Фейсбука, Инстаграма и Ватсапа с требованием забанить игру «Синий Кит» в социальных сетях и везде, что, конечно же, говорит нам только о уровне какой-то медиа безграмотности, потому что «Синий Кит» не является каким-то приложением, которое можно просто забанить в таком-нибудь Google Play, а является деятельностью этих социальных медиа, и никак забанить ее нельзя. Были и положительные примеры того, как с этим справились. В Болгарии общественные организации «Сейфер интернет-центр» они буквально за две недели преодолели эту моральную панику. Как они это сделали? Просто, когда начали появляться эти новости о 130 российских жертвах в болгарских медиа, они проводили очень четкий факт-чекинг. Они разжирали буквально в ручную каждый материал, указывали, где эмоции, где неподтвержденная информация, и фактически в ручную, собственно, в течение этого пути остановить эту панику. И более того, они отреагировали очень оперативно, они пропустили два пособия для родителей о безопасности их детей в интернете. То есть, как не нарушая права границы ребенка, с ним об этом говорить и обеспечить эту безопасность. В Италии с этим заданием справился один журналист, Андреан Голлино. У него уже был опыт болгарских колеб, он с ними общался, и, по сути, когда в итальянских медиа начали появляться эти первые статьи, он просто одним большим, очень подробным материалом остановил волну этой моральной паники. В России все решилось очень интересными коллективными реакциями, которые, в принципе, в Украине решились. Первая такая коллективная реакция – это была волна троллинга. Я думаю, многие ее видели. Пользователи сети ВКонтакте начали выдавать себя за кураторов и игроков, и искать, соответственно, игроков и кураторов, вступать с ними в переписку личную, где они начинали просто троллить, шутить, скринили, потом выкладывали фотографии этих переписок. Ну и, в общем, мы видим, как вот эта вот смеховая такая культура разбивает очарование мистическое такого этого контента. И это, конечно, весело и классно, но, наверное, это все-таки реакция отрицания, а не реакция решения этих проблем. Вторая была очень интересная, конструктивная реакция, это когда те же пользователи сети ВКонтакте, они начали тоже оформляться в такие группы, тех же китов или дельфинов, чтобы не сильно попадать из контекста и находить так называемых игроков, которые как будто бы хотели играть в эту игру, вести с ними личную переписку и просто спрашивать у них, как у них дела, почему они грустят, почему они хотят играть в эту игру, что у них не так, что бы они хотели поменять в своей жизни. Это была просто полна коллективной эмпатии, здоровой какой-то нормальной волонтерской психологической поддержки, то, что было действительно очень надо этим людям в этой ситуации. Имея уже сейчас весь этот опыт, когда мы видим вот это все течение, как все это было, что мы можем сказать? Во-первых, нужно сказать, что тяжелее всего синегид протекал в странах Восточной Европы и в странах Юго-Восточной Азии, и согласно данной центральной организации здравоохранения эти же регионы, к сожалению, являются лидерами по подростковой суицидальности и от 15 до 19 лет. И это то, о чем мы говорим. Синегид сам по себе не является проблемой, он является сигнализацией уже существующих проблем. Поэтому банить его, как-то с ним бороться или тому подобное бессмысленно. Это как бы продукт человеческой коллективной деятельности. Но синегид продолжал работать в том числе и в регионах с другими экономическими показателями, с другими культурными особенностями, какими-то языковыми. И это позволяет нам рассматривать вот сам этот комплекс синего кита как какой-то, да, о том, что он, скорее всего, действовал на базе какого-то коллективного бессознательного. То есть вообще это один из вечных образов. Большая рыба поглощения этой большой рыбой. Вот этот момент проглатывания и погружения. Он еще известен, это один из древнейших библейских мотивов, когда в Ветхом Завете пророк Иона был проглочен. Рыба Иона находилась там три дня и три ночи. И только когда он вышел из рыбы, состоялась его трансформация в пророка. И позднее, как бы, это один из тех, вероятно, мотивов, который повторяется в истории искусства всегда. Он был и в Новом Завете, и не только в библейской какой-то тематике. Это достаточно традиционная история того, как мотив поглощения и погружения предстоит какой-то трансформации, личной или губовой. И если обратиться к концепции Карла Юнга о архетипах, то он говорит именно о том, что именно вода является чаще всего встречающимся символом бессознательного. И о том, что погружение в глубины всегда подшествует подъему. И он же здесь напоминает о каких-то племенных практиках, когда племена собирались в группы, и они, по сути, проигрывали вот эти целебные ритуалы, в которых группы аборигенов, назовем их так, проигрывали какие-то природные процессы. И проигрывая эти природные процессы, они разрешали какие-то свои внутренние, личные какие-то конфликты. И вот Юн говорит о том, что это и есть психотерапия на ее примитивном уровне, на уровне вот таких вот целебных ритуалов. Соответственно, пользуясь этой технологией, пытаясь проанализировать вот этот есть как бы комплекс, мы можем предположить, что тот же синий гид, это была такая же ритуальная практика, неосознанная, которая старалась, была направлена скорее до сигнализации каких-то существующих проблем. И вот роль технологии в этой коллективной практике в направлении синего кита, она, ее сложно переоценить, потому что именно социальные медиа сделали ее возможной. Когда мы говорим о виртуальных коллективных практиках, нужно очень коротко сказать о таком явлении, как виртуальное коллективное сознание. Оно было описано исследователем Юсли Мазуги и Ревером Оурие на примере событий «Арабской весны» в 2009 году. Это когда протестующие в Египте и Тунисе, не имея лидеров, смогли провести протесты, смогли организовать революцию. Они смогли это сделать с помощью твиттера, с помощью гражданских медиа, которые, по сути, объединили эти массы людей, и эти революции впоследствии вошли в историю как революции без лидеров. И вот если мы говорим о том, что виртуальное коллективное сознание породило эти революции без лидеров, то мы можем говорить о том, что такие виртуальные коллективные практики, как «Синий хит», являются производным виртуального коллективного бессознательного. Я здесь заканчиваю. И хочу сказать, наверное, внести какой-то итог, сказать о том, что в очередной раз повторится, что подобные вещи, цифровой фольклор или это пеппи-паста или какой-то другой, все это очень ускорилось сегодня в наше время. И да, это может вызывать какие-то страхи. И очень часто это действительно превращается в какую-то новую форму технофобии. Но если мы будем наблюдать себя в этом, если мы будем наблюдать по сути себя в своей же технологии, то мы можем видеть много нового и, возможно, предпринять какие-то конструктивные действия. Это конец, и я быстро скажу одну минуту, у меня есть еще телеграм-канал. Да, я надеюсь ссылками на тексты об усвязающих смыслах цифровой культуры, поэтому те, которые читаю, которые я иногда пишу, если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Он называется «Зайти Шиппицкого» и ответовать эти вопросы, если они есть. Спасибо. Здравствуйте. Вы уже не поменяли, но я так думаю, это все-таки относится к виду фольклора, который весьма популярен. Это такие сообщения, которые периодически приходят в разные чатики. Вот из недавнего, это было, что в городе Днепр будут три дня воевывать, годов десять раз больше, и нужно срочно всем запастись водой. И когда это… Я думала, вы про чейн-летрис будете перешли к своим друзьям, и уже будет вода, типа. Ну, это одна из разновидностей. Просто когда, как бы, такое сообщение поступает от, вроде, от людей, которых ты знаешь, которые ходят с высшим образованием, и давно живут и опытом понаправились, как грамотно и корректно ответить? Может, в следующий раз они, как бы, что-то важное захотят перезвать, когда у них будет такая информация? Как корректно ответить? Ну, объяснили людям, что это, как бы, не совсем грамотно. А да, в конце обычно, как отличаются эти сообщения, обычно, да, в конце идет приписка, что срочно перешли, дай расскажите своим родителям, и так далее. Ну, я не знаю, я обычно в таких ситуациях, я думаю, это нормально, мы все живем в такое время, я тоже получаю такие сообщения, я думаю, даже исправляю. И, как бы, ну, надо искать первоисточники. То есть, я помню эту ситуацию, когда я тоже получила такое сообщение, и у меня от родителей, я обычно так же возмущалась, я думала, что это не может быть так, должно быть официальное заявление, грубо говоря, на официальном сайте Днепроводоканала, как-то, например, в этом случае. Ну, то есть, отсылать людей к первоисточнику, требовать каких-то пруфов, каких-то доказательств, и предлагать, проверять это все и перепроверять. Недавно, чтобы там знакомый прислал сообщение, в Фейсбуке сейчас опять гуляют какие-то штуки, в серии, нужно помочь какому-то ребенку, перешлите это сообщение, вот если его перешмете 8 раз, то у вас появится какая-то мифическая галочка, а человек будет придет свой грибер, ну, в общем, какой-то бред. Но, просто проверяйте, даже если загуглите этот номер телефона, то просто он есть на каких-то сайтах, люди уже не раз в это попадались, а там номер телефона, который, по сути, просто снимает деньги, когда вы ему звоните. Ну, явно сейчас в таких ситуациях просто скидываю людям ссылки, которые доказывают то, что, по сути, информация не является правдивой. Добрый вечер. Такой вот вопрос. Ну, когда я слышал название лекции, я подумал, что она будет просто про мему интернет-культуру в целом. Очень интересная, интересная подготовка с точки зрения фольклора, но вопрос в том, есть ли в рамках вашего подхода, вашей лекции, какое-то четкое ограничение между интернет-фольклером, который передается в виде текстового, условно говоря, и всей остальной интернет-культуры, как мемы, вирусные видео и все остальное. Ну, мемы, по сути, и есть строго здоровья тоже. Ну, то есть, условно говоря, это была просто конкретная разновидность. Ну, да, наверное, это мистическая его часть. То есть, обычно же фольклеры у нас тоже есть какие-то там, да, мавки и чурмайстеры, и прочие какие-то ужасные, грубо говоря, создания. Есть какие-то более сказочные, какие-то богожелатели. Вот. Ну, я думаю, что интернет, как-то, на один раз это усиливает и как-бы подтверждает человеческую природу. Ну, а в этот раз, это очень большая, конечно, бесконечная тема, не то, что я являюсь каким-то исследователем цифрового фольклера, но, на самом деле, просто мне было очень интересно этой ситуации синим китом. Почему он распространился везде? Меня, наверное, интересовало, как ему удалось проникнуть из России, где он возник, да, из стран бывшего Советского Союза, там, в Витанию, в США, в Бразилию, и так далее. То есть, меня, наверное, интересовало именно это. И поэтому я начала здесь собирать информацию. Я писала очень большую статью. Она вышла на сайте «Политичная Кирпика», и, как бы, вот, девочки, по сути, вот, Надя и Ива, по итогу, они после этой статьи предложили прийти и рассказать об этом. Я максимально пыталась рассказать все, что я могу, но есть еще очень много каких-то дополнительной информации, ссылок и там исследований, и подобное, которое реализовалось. Поэтому, если вам интересно. Это очень интересно, что есть такой феномен. Я даже знаю, что на анонимных форумах есть целая культура, когда, ну, пользователи, которые не сидят трачами, они заходят. Если даже в чат IT, то можно найти какой-нибудь, ну, раздел, тренд называется, в котором они просто рассказывают другую страшную историю. Ну, даже в 2018 году до сих пор есть. Да, классно. Добрый вечер. Привет. Я тебя знала не беззаряется. От одного человека. Я хотел спросить, а есть ли какая-то схожесть с голубайном и синим китом? То есть это и кто может сочетаться с моим форклором, либо это больше только эти актериаторами? Ну, не знаю, я не следила. Я думаю, наверное, голубай мог, кстати, перерасти в какой-то цифровой форклор. Есть ли, наверное, какие-то последствия? Я не видела, честно говоря. Я думаю, наверное, должно быть что-то. Изначально это лунбай, но у нас это, как бы, да, произошедшая в реальности какая-то штука, которая очень активно, да, освещалась. Это не совсем прослушивно, но тоже о пропаганде насилия. Ну, потому что, если мы рассказываем о насилии, как или иначе, мы пропагандируем насилия. Ну, и просто мало ли исследовали в рамках синего гитара. Нет. Нет, но я знаю, например, вот одна из таких последних, которая произошла, да, похожих трагедий в Кельчи, Саша следит за ней активно. И мы вот буквально на днях на самом деле обнаружили, что уже начал появляться интернет-форклор на эти керченские события. То есть люди уже начали монтировать какие-то видео в такой манере, как бы, и тоже уже начали появляться слухи о том, что этот Владислав Росляков, который совершил все это, что он состоял тоже в какой-то секте, и уже, как бы, начали все эти прогрессы и расследования на Ютубе начали делать свое дело. Спасибо. Возвращаясь к системе, которая затронула относительно расследования, если его можно так назвать, по которому написал большую статью, подскажи, пожалуйста, в итоге у тебя получилось пройти к чему-то, ну, помимо, скажем так, основания того, что все лежит, ну, из-за того, что, скажем так, жизнь вот этих подростков, там, от 15 до 19, так плохая, что в районе проявляются какие-то суицидальные мысли. Ну, все-таки, есть ли люди, и чем эти люди мотивированы, которые за всем, ну, там, за организацией всего этого стоят? Ну, мне сложно поверить, что там просто вот нашлись два горя, которые потом, как вы понимали, «Апыла икорзан» Вообще, была еще одна, кстати, реакция коллективная, которую я не успела рассказать про эту лекцию, то есть, когда я говорила о том, что это была вот эта реакция троллинга, и была реакция вот этой коллективной эмпатии, и была еще одна реакция, я, если не писала статьи, это потом мне, тоже, там, один журналист написал, говорит, «Все классно, вот я еще забыла об этом сказать», и, действительно, очень важный момент, о том, что, когда начала уже распространяться эта моральная паника в этом синемките везде, появились в итоге люди, которые начали выдавать себя за этих кураторов, и уже, это как такое, самоисполняющееся пророчество какое-то получилось, грубо говоря, но изначально, я так понимаю, как бы вопрос задал, что были ли за этим изначально люди, вот, молодой человек, которого в России осудили Филипп Будейкин, его изначально, на него вообще повесили все, все изобретение синего кита, ему вначале, когда его только начинали осудить, ему вменяли 15 жертв, но доказать смогли только две попытки, ну, то есть, дело абсолютно рассыпалось, и это очень тоже одна из таких штук, которая позволяла формироваться и развиваться семейной пиду, потому что правоохранителям постсоветской системой нужно очень выгодно списывать какие-то подобные случаи, для того, чтобы отрабатывать семи статистику, на подобные неизвестные вещи из интернета, а не просто заниматься действительно этим. И, я, наверное, говорю это к тому, что, как бы, у нас есть только одно официальное расследование, я не знаю, не правоохранитель, и вот это официальное расследование в России, которое своей целью ставило, все-таки, наказать человека и обвинить его именно в этом, оно рассыпалось, оно, как писали российские журналисты, которым я лично доверяю, потому что это дело, дело было шито просто белыми нитками, и точно так же было со вторым, осужденным по этому делу Илья Сидоров, в итоге, как бы, дело Ильи Сидорова, даже и суд, который рассматривал, вернул его в прокуратуру, потому что они сказали, что это какая-то не так квалификация, ну, то есть, да, он выражал школьницу, но синяки тут ни при чем, но потом это дело опять вернули, но просто поменяли судьи, и вот судили, все нормально. Спасибо.